Лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости, а после этого выпустил несколько ракет по территории Украины и тем же днем подписал указ о награждении белорусских силовиков, которые издевались над белорусами. Все это и многое другое обсудим прямо сейчас. Лукашенко снова предоставил территорию для российских оккупантов, чтобы те атаковали Украину. Телеграм-канал «Белорусский Гаюн» предоставил информацию о том, что с территории Белоруссии в сторону Украины были запущены ракеты. И тут же, в этот же самый день, Лукашенко поздравил украинский народ с Днем Независимости. И в этот же день заявил, что полностью поддерживает путинскую спецоперацию. Так может вести себя только синепалый диктатор. Это прям характерная черта Лукашенко. И на самом деле я очень сильно поддерживаю это решение Лукашенко. Ну, наградить силовиков. Так как именно он обозначит тех, кто издевался над белорусским народом. А нам потом будет проще их идентифицировать. Поэтому я всецело за награждение этих карателей. Батин, силовики и народ. И вот это единство и смогло тогда отстоять нашу землю светлую. По информации Вашингтон-Пост, глава Министерства обороны Синепалова Хренин 26 февраля звонил украинскому министру с предложением о капитуляции. Как сообщает издание, в разговоре тот дрожащим голосом передал коллегам из Украины послание от Шойгу. Если они подпишут акт о капитуляции, вторжение закончится. Хренину ответили, что готовы лишь принять капитуляцию российской стороны. Вашингтон-Пост писать обо что не будет. Как вы понимаете, это авторитетное издание, которое несет полностью ответственность за свои публикации. Шойгу заявил, что они нарочно замедляют темпы ведения войны. Войны, уже не спецоперации. Чтобы избежать большого количества жертв. То есть, они понимают, что жертвы мирного населения есть. Но просто хотят минимизировать их. Мы видим и понимаем, Россию уже никто и ничто не остановит. Они полны решимости. Особенно сейчас. В Российской Федерации выдвинули законопроект, в котором говорится, что все те, кто критикуют власти Российской Федерации, могут быть лишены гражданства. Российская Федерация впереди планеты всей. Она даже обгоняет синепалого диктатора по тупым законам. Возможно, я даже на канале сделаю топ-10 тупых законов путинского режима. Лукашенковский режим мы уже сделали. Боевые потери врага личного состава 45 700 танков, 1924 боевые бронемашины, 4243 артиллерийские системы, 1036 РСЗО, 266 ПВО, 147 самолеты, 234 вертолеты, 199 транспортные средства, 3160, катера и корабли 15, БПЛА 819, специальная техника 99, крылатые ракеты 196. Так выглядят потери оккупантов за полгода. Такое количество людей и техники было потеряно за полгода. И это только с одной стороны. Я это веду к тому, что путинский режим развязал полномасштабную войну в центре Европы, где гибнет огромное количество людей. Яхта Айвязина затонула у берегов Италии. Что там произошло, неизвестно. Пока неизвестно. Но у меня, как обычно, один и тот же вопрос. Что делала яхта русского олигарха у берегов Италии? А я вам скажу то же самое, что и делают яхты на берегу Испании и других курортов, европейских курортов. Отдыхают. Путин подписал указ, где говорится о том, что нужно выплатить по 10 тысяч российских рублей тем семьям, которые имеют детей. Но есть условие, что дети должны идти в русскоязычную школу. А читатель из Донецка прислал мне аудиозапись, в которой рассказал очень интересную ситуацию, которая с ним произошла буквально вчера. Здравствуйте. Я не знаю, прослушаете ли вы, но все же я вам запишу. А вдруг? Сам я из Донецка, то есть проживаю всю свою жизнь здесь и уезжать не намерен так. Пусть Россия отсюда уходит. Это наша земля в первую очередь. И как-то мне выдали сдачу там по сотням. И я все это скомкал, оставил. И сейчас все собирал воедино. И там была одна купюра. Я сначала не заметил надпись, потом прочел. И это то, что звучит постоянно в ваших выпусках. И я решил вам это отправить. Может, вы тоже закинете к себе. Тем самым показав, что не все люди на временно оккупированных территориях какие-то зазомбированные, что ли. И под влиянием пропаганды, лжи и всего прочего. Джо Байден объявил о рекордной помощи Украине в 3 миллиарда долларов. Военной помощи. Также и Борис Джонсон приезжал на День независимости в Украину и сказал о том, что поможет Украине с военной помощью. Редактор субтитров А.Семкин В общем-то, Европа и Америка продолжают поддерживать Украину. Так или иначе, со всеми своими политическими игрищами они поддерживают страну. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и пишите несколько комментариев для продвижения этого видео в топ. Помните про политических заключенных и родных и близких политических заключенных. Это крайне важно. Вы были на канале Реальная Беларусь. И это были свежие, реальные и актуальные новости от канала Реальная Беларусь. Специально для вас. Живи, Беларусь! Слава Украине! Пока, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...